Давайте сегодня попробуем разобраться, почему некоторые вещи или предметы стоят очень дорого. И совсем не важно, что это, золотая монета или еда, да хоть вообще чьи-то труселя. Главное понять суть, почему. Вот знаете, что это? Похоже на камни, верно? Но это капролиты. В двух словах, это окаменелые экскременты. Подобные, бывает, находят археологи после динозавра. Но вот этот вот найден в 1972 году в центре города Йорк. Там тогда банк строили. Размером, представьте, 20 сантиметров длина, а толщина 5 сантиметров. Это у нас коробок спичек, представили? Этот капролит человека, такой гигантский. Ученые думают, что это викинга, так как в то время, это у нас 9 век, там было их поселение. 20 сантиметров длина и 5 толщина, это вот. Вот чтобы вы понимали, вот это вот сделал такую ценность человек. Да, по поводу ценности. Некоторые ученые приравнивают эту находку к драгоценностям королевской короны. Поняли уровень, да? Конечно, сделали анализ. Человек в то время кушал мясо и хлеб и страдал от паразитов. Ну, это и понятно. Но уточню, в 2003 году во время экскурсии один школьник случайно зацепил этот артефакт. Их рез, кукин-квакин, тот упал и разбился на три части. Что было дальше со школьником, история умалчивает. Вот покушать любят все. А рыба еще и полезна. Вот это у нас голубой тунец. Весит такое счастье 222 килограмма. Но счастье в таких числах не для тунца, а для продавца. Так как эта рыба была продана примерно за 1 миллион 720 тысяч долларов. Ну, тут понятно, что купил ее не простой человек, а оператор сети суши ресторана Кио Мура. Да. Зачем? Так на продажу вот такой вот малюсенький один кусочек стоит 20 евро. Хотя замечу, рекорд у такой самой рыбы, ну что побольше, был 3 миллиона и 100 тысяч долларов. Многие скажут, ну Дима, это понятно, это же тунец, еще и голубой. Можно кушать курицу. Она точно недорогая. Но не скажите, курицы бывают разные. Тут тоже не все так просто. Не все знают, что бывает и такая вот курица, черная. Курица называется Айям Цемани. С Индонезии. Уточню, она вся черная. Снаружи, внутри. Мясо, кости, органы. Все-все вот черное-черное. Как душа у депутата. Только вот белок это белок. Даже кровь намного темнее, чем обычная, но не черная. И такая курица она от природы. Это не просто какая-то там шутка, генная модификация. Хотя ученые в наше время уже доказали, что это как бы мутация, которая произошла где-то 800 тысяч лет назад. Но не про то. Одна такая тушка стоит примерно 200 долларов. И это в Индонезии. А если на экспорт, так это 600-700 долларов за курицу. Весом она как обычная, где-то 1,5-2 килограмма. И если мы уже говорим про мясо, почти все видели и даже некоторые пробовали говядину. Ну что значит некоторые, ну вы в наше время цены видели-то на говядину? Это ухо. Это на простую, а бывает и не простая, как бы вот такая вот называется японская мраморная говядина. Как получается, так корову держат на специальной диете. Как моя соседка, пьет только пиво и ей постоянно делает массаж. Цены на такое мясо могут достигать максимума в 3000 долларов за один кусочек. Вот просто интересно, какая она на вкус за 3000 баксов, да? А давайте про монеты. Вот это вот является самой дорогой в мире. Вот самой-самой-самой дорогой настоящей монетой в мире. Называется двойной орел 1933 года. Это там не какая-то юбилейка, это обычная монета. Чеканилась в штатах с 1849 по 1933 года. Но потом, если кто-то забыл, грянула Великая Депрессия. Выпуск монет и чистого золота прекратили и все изъяли. Но 20 штук банально украли на монетном дворе. Кто-то подрезал. 19 позже нашли. А вот одна пошла, так сказать, по миру, по коллекционерам. В наше время очередной раз была перепродана. На аукционе Сотбис. Почти за 19 миллионов долларов. Представьте только. За эти деньги можно было бы купить кусочек капролита. Но я бы, наверное, купил мраморной говядины попробовать. Это ведь куча денег. Но тоже вот за кучу денег хотели продать вот это. Да-да, это нижнее белье. Трусы. Но имя владельца у нас Элвис Прессли. И носил он их под комбинезоном на концерте в 1977 году. Документ есть. Хотели за них для старта 13 с половиной тысяч долларов. За такие вот трусы. Но кто-то предложил всего-то каких-то там жалких 7 тысяч баксов. И трусы вот в таком вот состоянии с природной патиной были проданы. И да, вам не показалось, они грязные. Замечу, что стирать их никак нельзя. Они просто упадут в цене. Это такой вот раритет. Так от чего же зависит цена на те или иные вещи? Как по мне, от спроса и предложения. От степени редкости. И часто от желания некоторых людей казаться лучше, чем другие. И от желания сильных мира сего банально вложить во что-то кучу денег. Инвестировать, ну на будущее. Ну или желание жить красиво. Этого тоже никто не отменял. Так что, друзья, желаю вам жить красиво, но без лишнего пафоса. Если вдруг хотите мне написать все нужные ссылки под этим видео. Подписывайтесь на канал. Будем дружить. Субтитры подогнал «Симон»!